Доброе утро! На РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Более 10,5 тысячи нарушителей ограничительных мер в Башкортостане привлекли к ответственности с 1 апреля по 1 октября. Общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов региона Вадим Хабиров. Решение об административном наказании вынесено по 24,5 тысячам дел. Большая часть нарушителей отделалась предупреждениями, без малого 14 тысяч человек. Больше всего нарушения режима повышенной готовности зафиксировали в Уфе и Стерли-Тамаке. Напомню, сумма штрафа по данной статье для физических лиц составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для юридических от 100 до 300 тысяч рублей. Судами также рассмотрено 90-е дело о нарушении законодательства в области обеспечения санэпидемблагополучия населения. Сумма штрафов по этой статье административного кодекса составила чуть более полутора миллионов рублей. 59,5 миллионов рублей в Ашкортостане вложили в развитие частных детских садов. Из них порядка 36 миллионов – деньги республики. Оставшаяся часть – субсидия федерального центра. Такие цифры на оперативном совещании в правительстве назвал министр образования и науки Айбулат Хажин. Финансирование открыто в рамках двух программ – федеральной и республиканской, нацеленных на увеличение мест в дошкольных учреждениях. Благодаря инициативам в негосударственные детсады направят еще 1250 детей. В Ашкортостане действует еще несколько видов господдержки дошкольного образования. Частный бизнес может претендовать на субсидии для возмещения затрат на зарплаты и приобретения учебных материалов. Руководство региона также дает предпринимателям методические рекомендации и предоставляет аренду помещения на люготных условиях. В Уфе частным детским садам при использовании помещений под образовательную деятельность по программе общего дошкольного образования при наличии лицензии предоставляется понижающий коэффициент 0,25. То есть скидка 75% от рыночной стоимости. В Стрельтомаке, негосударственным частным садикам предоставляется помещение при наличии лицензии безвозмездное пользование. Всего в республике зарегистрировано 40 частных детских садов. В следующем году число мест в них, благодаря федеральной системе грантов, планируют увеличить еще на 400. Республиканскую же программу сертификатов дошкольного образования планируют распространить на другие районы Башкортостана. Сейчас она действует только в Стрельтомаке и Уфе и позволяет получить место в частном детском саду за цену, установленную муниципалитетом. Уфа в рейтинге городов по уровню зарплаты заняла первое место в Приволжском федеральном округе и 24 место в России. Стрельтомак, 67. Чистая среднемесячная зарплата в столице Башкортостана – 44 700 рублей. В крупнейшем городе Юга Республики чуть более 32 500. Соответствующее исследование подготовили аналитики РИА Новости. Уфимцы после получения заработной платы смогут позволить себе почти 2,5 стандартных продуктовых набора. Он включает расходы на продукты питания, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, на транспорт и отдых, а также коммунальные, юридические и финансовые услуги. У жителей Стрельтомака отношение зарплаты к стоимости набора чуть меньше – 1,9. Наивысший показатель у Москвы – ровно 4 целых. Из регионов ПФО лучший результат после Уфы – указание. Средние зарплаты по городам аналитики рассчитали на основе муниципальной статистики Росстата за январь-юнь текущего года по крупным и средним предприятиям. Уфимские байкеры официально закрыли мотосезон. Участники движения встретились на территории биатлона в северной части города, затем колонна двинулась к площади имени Ленина. В мероприятии приняли участие свыше 150 человек. На этот раз из-за пандемии коронавируса к уфимским мотоциклистам не смогли присоединиться единомышленники из соседних регионов. Меньше, чем обычно, гостей приехало и из других районов Башкортостана. В связи с карантинными мерами этим летом байкерам пришлось отменить многие дальние поездки и сосредоточиться на путешествиях по республике. В итоге в среднем за сезон мотоциклисты наездили порядка 10 тысяч километров. Примерно на треть меньше, чем обычно. За сезон все наезжают по-разному. Есть байкеры, которые принципиально не ездят просто так по городу. У них, если намечается какая-то поездка на дальняк, как говорят байкеры, то это их стезя. И они проходят, такие реальные дальнобойщики у нас проходят за сезон до 40 тысяч километров. В среднем это, конечно, где-то 15 тысяч километров. Это так вот. Все направления, если охватить. Напомню, уфимские байкеры этой весной не смогли торжественно открыть сезон, так как намеченное мероприятие пришлось на разгар режима самоизоляции. И мотоциклистам власти не разрешили собраться большим числом в центре города. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро растут, хотя и незначительно. Американская валюта подорожала на 4 копейки. Курс составил 78 рублей 13 копеек. Евро плюсует 8 копеек. Курс 91 рубль 66 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Нейва по 78 рублей 20 копеек. И продажа доллара в Аке банке по 78 рублей 65 копеек. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Нейва по 91 рублю 95 копеек. И продажа евро в Ростельхозбанке по 92 рубля 45 копеек. На этом у меня все. Я желаю вам удачного дня. Следите за новостями вместе с РБК УФА.